Чего и не примет он у нас эту бумажку? А может? Да запросто. Хоть по закону я обязан. И что тогда? В прокуратуру пойдем. Потом в суд. Если надо, и на этого летеха напишем. Главное факты собирать, даже отказные. Вы что, со всем городом воевать собрались? Эти твари, что ли, весь город? Коль, не делай вид, что не понимаешь, о чем я. Российское кино часто описывают словом «чернуха». Его считают тоскливым, безысходным и депрессивным. А режиссеров обвиняют в том, что они постоянно сгущают краски и снимают только о плохом. Насколько справедливы эти укоры? И если справедливы, почему так вышло? Давайте в этом разберемся. Если вам нравятся наши видео о кино, ставьте лайк под этим роликом и делитесь им с друзьями. Страшный суд скоро. Все как свечи гореть будем. И помяни мое слово, такое тогда начнется. Все друг на друга грехи сваливать начнут, выгораживаться перед содержителем. И как ты с такими мыслями писать можешь, не понимаю. Современное российское кино постоянно противопоставляет советскому, которому оно обязательно проигрывает. Кажется, что тогда никто не очернял действительность, как это делают сейчас. В СССР снимались веселые мюзиклы, красочные сказки и уморительные комедии. Это «Операция И», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы» и другие фильмы, которые показывают под Новый год. Как же так вышло, что при советском режиме снимали такие добрые фильмы? Дело в том, что советская киноиндустрия – это организованный процесс, полностью финансируемый государством. Достаточно сложно представить, что в таких условиях будут сниматься фильмы о проблемах государственного строя или просто о том, как трудно жить в СССР. Очевидно, что у советского кино имелся проверенный и могущественный инструмент контроля – цензура. К 30-м годам верность идеологии стала обязательной для любого фильма, который хотел добраться до зрителей. Проблемы с цензурой возникали даже у самых известных режиссеров, сделавших себе имя в предыдущий период советского киноавангарда. Например, Сергей Эйзенштейн, автор «Броненосца» Потемкина и «Октября» с 30-го по 38-й годы не смог закончить ни одного фильма. А еще в 1929 году его картину «Генеральная линия» раскритиковали за то, что она слишком документально и негативно показала нищету деревни. К тому моменту слово «чернуха» еще не было в ходу, иначе именно так говорили бы об этом фильме. Как раз в период наиболее жесткой цензуры расцветают легкие жанры. Снимаются мюзиклы, народные комедии, фильмы для детей. Но если взглянуть на кинематограф СССР более внимательно, стереотип о том, что взгляд режиссеров на реальность был намного жизнерадостней, быстро разрушится. Двойственность становится основой советского кино вплоть до пятого съезда кинематографистов в 1986 году. С одной стороны – обаятельная комедия «Операция Игайдая». С другой – Андрей Рублев-Тарковского, разнесенный цензорами за чрезмерную натуралистичность и беспросветность. С одной стороны – детское кино про красную шапочку. С другой – приговоренный к уничтожению дебют Сокурова «Одинокий голос человека». Кроме того, легкие советские фильмы при ближайшем рассмотрении оказываются не такими легкими. Например, детский фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» – цензоры посчитали антисоветским. Так что даже в фильмах таких жанров критически осмыслялась реальность. «Не надо эту самодеятельность». «Это же Маяковский». «Знаю. Маяковску в каком классе проходит? И потом по тематике нету. А да, е». «Ну и что?» «Не надо». Получается, нельзя сказать, что советские режиссеры смотрели на действительность позитивнее. Как и сегодня, взгляды были разные. Дело лишь в том, что фильмы с альтернативным мнением широкая публика не могла увидеть. Они становились тем самым «Одиноким голосом человека», едва различимым на шумном и торжественном фоне. «Чё пишут?» «Про любовь пишут. Вряд ли вам это интересно». «Ага. Можно посмотреть?» «Извольте». «М-м-м. На нашем не читает. Ну, купырь, зацени-ка». «Ого». «Ну что, красавчик?» «Чё там?» «Вот из-за таких, как ты, менты не дают жизни нормальным парням». Известно, что любое действие рождает противодействие. Этот базовый закон актуален и для реалий советского кино. В мае 1986 года состоялся пятый съезд Союза кинематографистов, который затем прозовут «Репетиции перестройки». Именно на нем стало очевидно, что положение дел в кино должно измениться. Фактически тогда была отменена цензура, а в опалу попали режиссеры, которым власть была особенно лояльна. Например, Сергей Бондарчук и Станислав Ростоцкий. Но такие резкие изменения зачастую ведут к кризису. И именно так случилось и в этот раз. Конечно, режиссеры начали снимать новое дерзкое кино, обращаясь к провокационным темам и приемам. Именно в 80-х появились фильмы, которые сегодня называют депрессивными, беспросветными. Местом действия стали забытые богом советские поселки и полустанки, героями, потерянные в жизни люди, постоянной темой беспощадный и болезненный анализ распада страны и человека. Конечно, кино перестройки смаковало кризис. Оно было беспощадно к проявлению всего советского и кричало о том, что раньше было под запретом. Пожалуй, такие жесткие картины той эпохи, как «Интердевочка» или «Меня зовут Орликина» можно назвать шоковой терапией для кинематографа. Но, учитывая, как долго сдерживалась накопленная в них энергия, вряд ли могло сложиться иначе. Режиссеры, наконец получившие свободу, быстро поняли, что насилие и секс на экране привлекают непривыкшего к этому зрителя. В итоге откровенные и провокационные фильмы начали снимать не только художники, которые искренне хотели высказаться, но и ремесленники, надеявшиеся поймать волну. Но нелестный штамп «Чернуха» закрепился практически за всеми важными фильмами эпохи и постепенно вошел в обиход широкого зрителя. В тот же период угасало жанровое кино. В стране больше не было нормальной системы кинопроката. Индустрия находилась в серьезном кризисе. Государство уже не давало финансирования, а для частных инвесторов вложения в отечественный кинематограф были скорее благотворительностью, чем бизнесом. Более того, даже самые жанровые режиссеры не могли игнорировать изменившуюся действительность. Яркий пример – фильм Эльдара Рязанова «Небеса обетованные». Девушка! Девушка, перед вами жертва коммунистического террора. Окажите материальную поддержку. Боженька, вас не оставят ваши мамочки, тоже подойдут. Вспомните меня. Автор служебного романа и иронии судьбы довел трагикомичность своего кино до абсолюта и создал мучительно безысходную и болезненно-сентиментальную картину, главные герои которой – типичные ненужные люди, доживающие свои дни на городской свалке. Звучит достаточно депрессивно, не правда ли? Но можно ли обвинять режиссера в такой интонации, если он, как и многие, просто пытался осознать реальность? Как испугались-то! Правильно, бойтесь! Я сейчас до президента дойду, всю вашу лавочку пересажу. Они тут живыми хоронят, а? Ни в одной стране такого нет. Чем кололи дьявок, а? Следующая плеяда авторов, которых обвиняли в беспросветной тоске и сгущении красок – так называемые «новые тихие». К ним относят Бориса Хлебникова, Василия Сигарева, Павла Бардина и Николая Хомерики. А самый известный режиссер, связанный с этим направлением, это Андрей Звягинцев. Все эти кинематографисты сформировались в позднесоветское и постсоветское время. И это не могло не наложить отпечаток на их творчество. Они экспериментировали с киноязыком, тяготели к более тонким образом действительности и не пытались провоцировать зрителей, как это часто делали их коллеги из 80-х и 90-х. Чтобы лучше разобраться в современных отечественных фильмах, смотрите нашу подборку бесплатных курсов для тех, кто хочет узнать о стоящем российском кино. Ссылка в описании. Грусть новых тихих более рефлексивная и индивидуальная. Авторы уже не стремятся ставить диагнозы обществу и концентрируются скорее на конкретном герое, а не на социуме. Но их персонажи так или иначе люди своей страны. И часто драма заключается в том, что этой страны больше нет. Персонажи новых тихих – непрекаянные и лишние, не нашедшие себя в новом мире, который образовался после краха СССР. Психологическая или социальная драма становится основным жанром этого направления. У новых тихих не было злости и ярости, которые по понятным причинам раздирали кинематографистов перестройки. Однако новое поколение режиссеров не закрывало глаза на реальность и не стремилось ее идеализировать. Что я могу посоветовать? Если вы хотите, чтобы его реально искали, идете в интернет, на сайт поисково-спасательного отряда, ПСО, звоните им, даете информацию, какое имя, они вам сами все расскажут. Это волонтеры, не государственная служба. Работают круглосуточно, бесплатно, без всякой бюрократии. В фильмах Хлебникова, Бакурадзе, Миндадзе и Звягинцева мы видим знакомые нам пейзажи провинции, холодность и отстраненность больших городов и различные шероховатости повседневного российского быта. При этом нельзя сказать, что эти авторы грубо спекулируют на подобных образах. Для некоторых режиссеров обращение к неприукрашенной простой жизни стало главным художественным принципом. Здесь стоит вспомнить Дмитрия Мамулию. Он заявлял, что кинематографист, в отличие от писателя или художника, не властен над окружающей действительностью. Ведь объектив камеры фиксирует эту самую действительность. Следуя этой логике, можно сделать вывод. Если реальность в российском кино кажется вам слишком депрессивной, вопросы стоит адресовать не режиссеру, а непосредственно реальности. Богу болисти. На самом деле грустные и депрессивные фильмы – это не какая-то уникальная особенность российского кино. Естественно, подобные картины существуют в любой стране. Даже словом «чернуха» называют не только отечественные фильмы. Также, например, говорят о многих фильмах нового румынского кино. Более того, стоит задуматься, если «чернуху» никто в стране не снимает. Вероятно, это значит, что кино лишено свободы и предельно жестко контролируется государственной цензурой, цензурой денег или даже самоцензурой авторов. Дороги – говно, яма на яме. Сплошные аварии. Народ спивается, режет друг друга. Потому что в городе нормальной работы нет. И зарплата – три копейки. Почему же многим зрителям так не нравится депрессивность российских фильмов? Во-первых, для огромного количества людей кино – это прежде всего развлечение. Представьте, что вы за час до сеанса вышли из Хрущевки, проделали долгий путь по неровной дороге и перепрыгнули через лужи перед входом в местный торговый центр. Далеко не все захотят после этого погрузиться в ровно такую же атмосферу на экране. Да еще и заплатить за это. Во-вторых, многое упирается в талантливую режиссуру. Фильм с внятной интонацией автора, сильными актерскими работами и логичным развитием конфликта с куда меньшей вероятностью подвергнется критике за то, что он слишком грустный. В конце концов, мы привыкли делить фильмы прежде всего на хорошие и плохие, а не на печальные и веселые. Возможно, многочисленные авторы, которые обращаются сегодня к социальной драме, еще недостаточно развили собственное мастерство и поэтому легко теряются в море похожих картин про маленького человека и его унылый быт. Но сильные режиссеры точно появятся, как это было всегда. Ведь кино работает с действительностью, и люди, умеющие схватить в этой действительности что-то важное и особенное, обязательно найдут дорогу к своему зрителю. А что вы думаете о таком депрессивном кино? Нравятся ли вам фильмы Звягинцева и Быкова? Пишите в комментариях. Если вы хотите узнать о стоящем российском кино, переходите по ссылке в описании и забирайте подборку бесплатных курсов. Субтитры сделал DimaTorzok